МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на Абаза ТВ. Здравствуйте. Сегодня выпуски. И снова митинг за отставку. 3 марта односельчане Аслана Бжания потребовали уволить ряд министров правительства во главе с премьер-министром. Мера за меру. Введены самые жесткие наказания за ввоз, вывоз или перевозку наркотиков в особо крупном размере. Весна в творчестве. В Центральном выставочном зале страны открылась ежегодная весенняя выставка. И снова митинг за отставку. 3 марта односельчане кандидатов в президенты Аслана Бжания, который накануне был госпитализирован в тяжелом состоянии в Сочи, а затем перевезен в Краснодар вертолетом, потребовали уволить несколько министров правительства во главе с премьер-министром Валерием Бганба. Во вторник у правительственного комплекса в Сухуме собрались несколько сотен сторонников Аслана Бжания. Обо всем по порядку. Элеонора Гелаян. У правительственного комплекса собрались несколько сотен сторонников кандидатов в президенты Аслана Бжания. В основном это односельчане политика, жители села Тамыш. Они пришли к зданию кабинета министров в обед 3 марта. Определили своих представителей, обозначили требования и отправились на переговоры с исполняющим обязанности президента Валерием Бганба. Пока шли переговоры, на улице было неспокойно, но в целом стабильно. В какой-то момент масса людей поддалась вперед и прорвалась внутрь аппарата кабинета министров. Пока одни были внутри кабмина, другие стояли на площади перед ним. В основном на улице остались представители старшего поколения. Именно у них мы и спросили о причинах сбора и требованиях к руководству страны. Это требование, чтобы в отставку ушел наш уважаемый Бганба. Почему? Потому что он не исполняет то, что от него зависит. Не делает то, что надо народу. Вот это нас бесит. Что должен делать? Надо контролировать то, что идет. Предвыборная кампания. Он не контролирует, он сидит, говорит. Здесь народу одно говорит, другое делает. А мы, наверное, другие меры примем. Он не избранный народом, он исполняющий обязанности. Другие меры. Каждый из настоящих может быть исполняющим обязанности президента. Любой депутат может быть исполняющим обязанности. Он не избранный, он временно назначенный. Помимо отставки самого Бганба, митингующие заявили о требовании подать в отставку силовому блоку министру здравоохранения, членам ЦИК и главам нескольких администраций. Аргументы использования административного ресурса выборной кампании. Массовый подкуп идет, несправедливо все. Все деньги, все банковские счета, все аннулировали, все взяли. С банка деньги взяли, все на выборные участки идет. Все. Вот доступ у них есть, все вычистили в банк на нуле. Сейчас о переносе даты выборов речь не идет. Однако собравшиеся повторяют слова руководителей штаба Бжания, сказанные 2 марта. Все зависит от состояния Аслана Бжания. Пока кандидат Аслана Бжания не появится вот сюда, выборы не состоятся, не будут выборов. Это 200%. Когда переговоры представителей сельчан и Валерия Бганба завершились, к собравшимся внизу вышли два депутата парламента Юрий Хагуш и Лаша Ашуба. «Разговор в силу того, что люди зашли в кабинет, да, с разных сторон не состоялся. Сейчас мы освободили кабинет, попросили всех людей освободить и коридор, и кабинет. В данный момент идет совещание исполняющего обязанности президента. Будут на совещание созваны министры, министр внутренних дел, председатель СГБ, силовые структуры и будут какой-то ответ они должны нам дать. Мы сейчас создали им рабочую обстановку, чтобы они могли поработать, попросили и депутатов оставить их». «Стоим ждем?» «Стоим ждем, да». Позицию республиканского штаба Аслана Бжания официально заявил заместитель начальника Леонид Лакербая. По его словам, сейчас идет резкое улучшение состояния лидера оппозиции. «Он уже сидит, движутся руки, он может принимать, он может говорить. Значит, ждем медицинского заключения, который позволит говорить нам о том, в какие сроки наш кандидат в президенты может вернуться к нормальной деятельности. Исходя из этого, будем ставить вопрос, тот, о котором мы вчера говорили, что без нашего кандидата выборов в Абхазии не будет. Это одна составляющая». Леонид Лакербая обратился к собравшимся с просьбой сверять часы с республиканским штабом и выступать по различным вопросам совместно. «Значит, если есть вопросы другие, другого характера, есть штаб, где их надо решать. Значит, здесь мы ответы ждем. «Арт Харфацарна Харагаам». У нас есть свои четкие понимания, что нам надо делать. Но я бы просил всех, я уважаю мнение и требования всех, все-таки немножко координировать наши действия, чтобы не подставлять нас без обид, без всяких. Но мы за то, чтобы у нас было общее, единое мнение. Вот эти требования, которые были выставлены сегодня, я углубляться в них не буду. Но я считаю, что одно требование с этической точки зрения, оно должно быть просто выполнено неукоснительно. Это требование, касающееся министра внутренних дел, потому что его родной племянник, кандидат в президенты. Просто, чисто этически, сам министр должен, на мой взгляд, принять решение и не включаться в эту выборную кампанию в ранге министра. Вот это две позиции, которые я вам хочу озвучить. Дальше принимайте решение сами. Мы вам озвучили мнение штаба. Я просто еще раз говорю, я вас еще раз очень прошу, да, есть многие вопросы, которые надо ставить. И мы еще много чего будем ставить. Но давайте не так. Собралась группа, поставила вопрос, другие подошли, поставили вопрос. Все-таки у нас одна цель, одна задача. Перед собравшимися выступил кандидат в президенты Адгур Ардзенба. Вчера он приостановил работу своих предвыборных штабов из-за госпитализации Аслана Бжания. Из этих выборов в любом случае мы выйдем одной командой. Кто бы не получил большинство голосов, мы выйдем одной командой. Если случится так, что народ Абхазии возложит на меня такую ответственность, я уже говорил в своем интервью о том, что проигравших не будет. И проигравшие будут только те, кто нас с вами обворовывает, кто распространяет наркотики, криминал и все остальные. И без вас здесь стоящих, и стоящих там, всех вместе мы эти вопросы не сможем решить. Никогда. Прокомментировал кандидат в президенты и требования об отставке министра внутренних дел своего родного дяди Рауля Смыр. Это ветеран войны и герой Абхазии, который всю свою жизнь посвятил служению Родине. И здесь есть взрослые люди, которые хорошо его знают. Если есть факт того, что он оказывает мне поддержку как кандидату, я хочу знать этот факт. Когда Леонид Иванович Лакирбаев выступает, человек, к которому я тоже отношусь с уважением, и говорит, что по этическим нормам кто-то должен уйти в отставку, хочу вам сообщить, может быть, вы не знаете, Леонид Иванович Лакирбаев является нашим племянником. У него мама Ардзенба. И не посторонний по родству мне человек. Но выступает от штаба Аслана Георгиевича Бжани. Поэтому, если мы говорим о этике, в одном месте она работает, в другом не работает. Поэтому я думаю, я к вам отношусь с большим уважением. Я в первую очередь отношусь с уважением к односельчанам. Я обязательно к вам приеду в Тамыш. Я думаю, вот та слава от Чеджика Ившимова в таком формате мы с вами пообщаемся. Также он высказался о митингах и протестных акциях в нашей республике. Вы все здесь стоящие, там стоящие, те люди, которые сегодня сюда не попали, мы все устали от этих митингов. Мы все устали. Кто-то говорит, что если Адгур Арзенба станет президентом, Рауль Хадженба станет премьер-министром. Это неправда. Это неправда. Как сообщил кандидат в президенты, запланирована трехсторонняя встреча представителей всех предвыборных штабов. Сейчас, буквально через 15 минут, я вот это вам забыл сказать, у нас будут встречи, придет сюда Бадра Гумба и Леонид Зябшба, у нас в троем будет совещание, мы поговорим о том, что, значит, сейчас сложилось, как дальше действовать и так далее. Я абсолютно не допускаю никакой мысли, чтобы Аслан Георгиевич Ваня не участвовал в выборах президента. Для меня это неприемлемо. Для меня это неприемлемо. И мы все должны сделать для того, чтобы, дай Бог, Анфимчала, чтобы все было нормально, Аслан Георгиевич встал в строй. И мы вместе... Если он не умрет и будет жив, мы его подождем и вместе продолжим выборы. Все. И табу в даразе. Мы продолжаем следить за развитием событий. Элеонора Гилаян, Марьяна Котова, Надежда Боровикова, Торни Камичба, Эдуард Аракелян, Раму Камке, Абаза ТВ. Уже ближе к 7 вечера 3 марта в Кабинете министров состоялось закрытое совещание с участием премьер-министра, исполняющего обязанности президента Валерия Бганба и кандидатов в президенты Атгур Ардзенба, Леонида Дзапшба и кандидатов в вице-президенты Бадры Гумба. Об итогах встречи журналистов проинформировал Валерий Бганба. Все за то, чтобы законом русле все наши дела шли, выборные. Вот такие, кстати, как сегодня не должны быть. Насколько мы знаем, Ислан Юрьевич уже, в принципе, гораздо лучше себя чувствует. Мы постоянно на связи. Ожидаем, что он все-таки примет участие в выборах. Ну и, конечно, я завтра буду и со штабами встречаться, со всеми избирательными штабами. Мы сделаем все для того, чтобы не было таких, как сегодня, случаев, когда люди приходят. Я понимаю, на эмоциях человек заболел, но это не означает, что мы должны кого-то увольнять, это не означает, что мы должны прекращать деятельность государства. Государство работает. Если вы помните, мы специально показали, что он какие-то, какие-то стройки, там, какие-то вещи делает именно государство. Государство должно работать. У нас, извините, заработную плату никто не отменил, пенсии никто не отменил. Такой разговор был. Естественно, кандидаты согласны, кандидаты согласны с тем, что все должно пройти по законам. Ну и дальше будем мы консультации постоянно проводить и с кандидатами, и проводиться штабами. Сегодня люди спонтанно собрались, я понимаю, что их никто не направлял, и увезти поэтому сложнее. Потому что не штабы собирали, штабы собирали, наверное, убрали. Но требования их не я тоже не могу понять. Я не сами тоже не совсем понимаю требования. На ходу фамилию выдумывать и говорю, давай этого сними, этого сними, но я этого себе не позволю. Ну, попытаемся объяснить. Шаб пытается им объяснить. Сторонники их не пытаются им объяснить, что такими методами не задействуют. Надеюсь, поймут. И дальше мы такими методами не будем действовать. Спокойно дойдем до выборов. И вот последняя информация о состоянии здоровья Аслана Бжания из доступных источников. На 16.47 3 марта Интерфакс сообщает. Медики дают обнадеживающие прогнозы относительно восстановления здоровья кандидатов президента Абхазии от оппозиции Аслана Бжания. По мнению врачей, есть все основания для оптимистических прогнозов по поводу здоровья Бжания, сообщил Интерфаксу во вторник источник в медицинских кругах. Врачи не исключают восстановление здоровья Бжания в ближайшее время, подчеркнул собеседник агентства. Между тем, Центральная избирательная комиссия Абхазии перенесла на неопределенный срок заседание по утверждению формы и текста избирательного бюллетеня. Заседание было запланировано на 3 марта, но по причине экстренной госпитализации кандидатов президента Аслана Бжания отменено. На сегодняшний день в результате действий, имевших определенные недопустимые причины, в Абхазии сложилась взрывоопасная ситуация по раскачиванию общества. Под угрозу ставится сама наша государственность. Об этом говорится в заявлении штаба кандидатов президента Республики Абхазии Леонида Дзабшба. В нем также отмечается. «Мы призываем власть вести себя нейтрально, дабы не было прецедента поддержки одного из кандидатов. Все стороны, в том числе и власть, обязаны вести себя в рамках конституционного русла, способствовать проведению законных, честных, прозрачных выборов главы государства. Штаб кандидатов президента Леонида Дзабшба призывает всех граждан нашей многонациональной республики уважать любой выбор народа, придерживаться буквы закона и спокойно подойти к проведению выборов». Конец цитаты. Нам необходима правдивая, объективная информация о причинах ухудшения здоровья Аслана Бжания. Надо дождаться этой информации. Дальнейшие выводы будут сделаны на ее основе. Об этом говорится в официальном обращении общественной палаты Абхазии. В нем также отмечается. «Мы уже многое пережили вместе. Имеем опыт, который позволяет нам находить в конце концов правильный выход из многих опасных ситуаций. Давайте и в этот раз не поддаваться чрезмерным эмоциям, опираться на общее стремление к справедливости и законности. Мы приветствуем намерение предвыборных штабов временно приостановить их деятельность. Только наши общие усилия помогут привести ситуацию к необходимому равновесию, которая позволяет строить государство на балансе общих интересов, отражающих чаяние всего народа и общества. Общественная палата желает скорейшего выздоровления, Аслан Бжания». Документ подписан секретарем общественной палаты Гули Кичба. В связи с нападением на журналистов из Идучания и Ольгу Джонуа с целью воспрепятствовать их профессиональной деятельности, Союз журналистов Абхазии сделал заявление. В нем отмечается. «К большому сожалению, вопросы, связанные с безопасностью журналистов, становятся актуальными в эти дни. Недопустимо оказание давления, нападение на журналистов, тем более физическое насилие. Союз журналистов в республике осуждает подобные действия и призывает правоохранительные органы объективно и оперативно расследовать факты нарушения прав журналистов, препятствования профессиональной деятельности сотрудников СМИ. Союз журналистов призывает работников СМИ сотрудничать с правоохранительными органами для расследования всех фактов нарушения прав журналистов. Союз журналистов призывает все политические силы соблюдать и уважать права журналистов на профессиональную деятельность И помнить, что безопасность журналистов является необходимым условием свободы слова и работы любого журналиста и редакции в целом. Продолжаем выпуск. В Абхазии открыта круглосуточная горячая телефонная линия по коронавирусной инфекции. Приказом министра здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаза Цахнакия учреждена и начала свою работу круглосуточная горячая телефонная линия для населения по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции в республике. Любой желающий может позвонить в любое время дня и ночи по телефону плюс семь восемьсот сорок двести двадцать шесть сорок четыре пятьдесят два и плюс семь восемьсот сорок двести двадцать шесть сорок девять пятьдесят пять и получить консультацию специалиста по любым вопросам связанным с инфекцией коронавируса. В МИД Абхазии прошла встреча министра иностранных дел республики Дауракове с представителями международных неправительственных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории республики. Основной темой встречи стало распространение коронавируса нового типа. Глава МИД Абхазии обратился к участникам встречи с просьбой о принятии мер предосторожности для защиты и недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Абхазии. В частности, речь шла о возможности отмены рабочих поездок и введения ограничений передвижения для работников неправительственных организаций, а также проведения различных встреч и семинаров. По пути к признанию, в Стамбуле на днях состоялась встреча сотрудников полномочного представительства Республики Абхазия в Турецкой Республике и депутатов парламента Астамура Логу, Натали Смыр, Вианора Бебе с председателем партии Ватан Дагу Перенчеком. В ходе встречи Перенчек сообщил о дальнейшем лоббировании вопроса признания Республики Абхазия Турцией. Слово Сари Смыр. Встреча абхазской делегации с представителями партии Ватан в Стамбуле состоялась на достаточно высоком уровне. Во время разговора ее председатель Дагу Перенчек сообщил о дальнейшем лоббировании вопроса признания Республики Абхазия, а также о предпринимаемых шагах в этом направлении. В свою очередь депутат Народного собрания Стамур Логу выразил готовность и впредь поддерживать работу, направленную на углубление взаимоотношений между Абхазией, Турцией и Россией. Представители этой партии, присутствующие в городе, еще раз подтвердили намерение продвигать признание Абхазии в Турции, за что мы им безусловно благодарны. Мы тоже выступили со своим докладом, в котором говорилось о древних связях абхазского и турецкого народа, о проблемах сегодняшних международных, которые мешают признанию Абхазии, и что другого пути у нас нет, и что мы будем планомерно добиваться дальнейшим признания. Также в рамках поездки состоялась встреча с проректором университета Улудак в городе Бурса Феридуном и Улмазом. Стороны обсудили возможности дальнейшего межвузовского сотрудничества. В мероприятии принимали участие также студенты из Сирии, из Турции, из разных вообще стран. Началось мероприятие с Государственного гимна Республики Абхазия, Государственного гимна Турецкой Республики. Все было на высшем уровне. Мы встретились с проректором университета. Речь шла о обмене студентами, речь шла о прохождении практик для абхазских студентов в Турции или турецких студентов в Абхазии. Речь, безусловно, шла и о культурных мероприятиях, которые можно проводить как на территории университета Бурсы, так и здесь у нас в Абхазии. По словам Астамура Логуа, не менее интересная встреча состоялась в одном из крупнейших медиахолдингов страны – Ениберлит. Мы встречались с заместителем руководителя этого холдинга, в который входит не один десяток телевизионных каналов, а также газет, журналов, интернет-сайтов, где мы долго говорили об Абхазии, о взаимоотношениях Абхазии с Турцией, о взаимоотношениях стратегических Абхазии и Российской Федерации, что мы хотим именно в таком союзе развиваться. И все эти темы нашли хорошее, скажем так, понимание. И нас заверили в том, что любые новости, связанные с Абхазией, которые мы считаем нужными донести в мир, вот этот медиахолдинг готов подписать с Лигой друзей Абхазии соглашение, и мы можем транслировать свои новости абхазские, которые нас интересуют, через медиахолдинг, в котором много каналов, газет, интернет-сайтов. И я думаю, что это будет большим подспорьем в деле о международном признании Абхазии. На встрече с представителями абхазских культурных центров обсуждалась работа в направлении диаспоры в целом. Было отмечено, что в скором времени ожидается приезд делегации в Абхазию. Я, конечно, должен отметить и наше представительство, и господина Харазия Вадима Николаевича, который все время был с нами, за что я ему хочу выразить огромную благодарность. И вообще коллектив нашего представительства, он достаточно молодой, скромный, их не так много людей по количеству, но они проделывают большую работу. И в каждом мероприятии, проводимом на территории Турции, касающихся наших диаспоральных тем, или даже общественные организации, которые их куда-то приглашают, везде они очень достойно представляют нашу страну. А также мы договорились о том, что и в будущем у нас уже будут намечены какие-то мероприятия, но это будет после выборов президентских в Абхазии. Мы продолжим разговор и по Северному Кипру, и наши друзья с партией Ватан обещают нам помогать и по Иранской республике выходить на них. И я думаю, что все это очень плодотворно, все это очень правильно, и мы будем обязательно продолжать все эти наши начинания. Результатом этой поездки, по словам председателя парламентского комитета по международным делам Астамура Логуа, в самое ближайшее время станет совместная конференция в Абхазии с участниками всех прошедших встреч. Санья Смыр, Абазат ТВ. К другим темам. Мера за меру. За незаконный ввоз в Абхазию и вывоз или перевозку транзитом наркотиков в особо крупном размере осужденным грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь с конфискацией имущества. Закон вступил в силу 1 марта. Распространители наркотиков в первую очередь проходят освидетельствование в наркологическом диспансере. И, как рассказывает его главный врач Ермаану, это в большинстве своем сами люди зависимые и нуждающиеся в лечении. Наши корреспонденты решили больше узнать о работе республиканского наркологического диспансера, а значит и ситуации с распространением наркомании в стране. Репортаж Марианны Котовой. Самые распространенные в Абхазии наркотики это марихуана, аптечные препараты, в частности лирика, метадон и другие синтетические опиаты. Все большую популярность приобретают соли, которые вызывают возбуждение нервной системы и галлюцинации. По словам Ермыануа, главного врача республиканского наркологического диспансера, особого всплеска наркомании в последние 5 лет не фиксируется. Наркоманов не становится меньше, но и лавинообразного роста тоже нет. Однако, как рассказывает главный нарколог страны, наблюдается другая интересная тенденция. Растет возраст первого употребления. Появляются пациенты, которые в позднем возрасте начинают употреблять наркотики. То есть до 30 лет, до 35, до 40 лет они никогда не употребляли наркотические средства. И вдруг в таком уже зрелом возрасте они начинают что-то пробовать. Вот это, конечно, как-то вызывает каждый раз удивление. Потому что, когда это пробуют молодые, как-то это естественно. Ну, что обычно же начинают пробовать всегда в молодом возрасте. Так как это период такой, знаете, более экстремальный возраст, скажем так. Но когда человек зрелый, уже осознающий, уже семейный, уже с профессией, и вдруг он начинает употреблять наркотики, конечно, это всегда вызывает такое недоумение, честно говоря. Факт то, что легкие наркотики неминуемо ведут к тяжелым. Чаще всего заблуждаясь и веря в миф, что один раз, уколовшись метадоном, можно, как говорится, соскочить с лирики, наркоманы переходят на новый уровень – к уколам. И тут случаются смертельные передозировки. Они пытаются то увеличивать дозы, уже иногда и большие дозы не приносят желаемого эффекта. И, конечно, по совету «добрых людей», в кавычках, они начинают пробовать более сильные наркотики. Существует такой миф среди потребителей, что можно отойти от употребления лирики, например, если употребить другой более сильный наркотик, один-два раза, и потом все пройдет. На самом деле к одной проблеме добавляется еще и вторая проблема, и часто они становятся инъекционными потребителями потом далее уже. Наркотики в таблетках, так называемые соли или ускорители, при передозировке приводят к моторным нарушениям. Человек не может контролировать свое тело, у него возникают галлюцинации. И все это в конечном итоге может привести к смерти. Иногда пациенту его тело не подчиняется. Вот он вроде понимает, но он не может остановить руки, ноги. Они принимают какие-то несуразные позы. Один раз пациента к нам привезли из Гагры в таком состоянии, и он на шпагат растянулся в машине от лобового стекла до заднего стекла. Вот в такой позе его не могли собрать или вытащили из машины. Если это галлюцинация, им кажется, что у них кровь восстановилась в жилах. Они начинают резать руки, чтобы кровь выпустить, и как-то она опять по венам и по артериям стала активно перемещаться. К суициду ведет и длительное употребление лирики. Ерма Ануа рассказывает, что плохое настроение, подавленность и нерешительность, с которыми в основном пытаются бороться употребляющие этот препарат, оборачиваются тяжелой депрессией и изменениями в психике, с которыми иногда не под силу справятся даже и психиатрам. У людей развиваются панические атаки и тревога. Развивается такое состояние психическое, когда они утром просыпаются и не поймут, что с ними сердце прямо стучит, вылетает ощущение приближающейся беды, чего-то страшного. И когда это состояние затягивается, и человек не может из него выйти, оно может привести, конечно, в зависимость еще от приморбидного состояния, то есть до болезненного, у кого какая была нервная система, может привести вплоть до суицидальных попыток. Что касается распространителей зелья, то, как рассказывает главный нарколог страны, в основном эти люди сами зависимы. И ужесточение их наказания, по ее мнению, мало повлияет на ситуацию. Ведь ловят в основном мелких торговцев, а крупные дельцы и те, кто прикрывает наркотрафик, остаются непойманными. Те, кого я видела, это несчастные люди, и многие из них сами зависимы от употребления наркотиков. Если бы ловили, на самом деле задерживали тех, которые крупные партии наркотиков перевозят, или же покрывают это, закрывают глаза на трафик, это же как-то переезжает, это другой вопрос. А вот эти вот мелкие исполнители, скажем так, в основном сами люди употребляющие, ну, не знаю. Как рассказала Ирма Ануа, гораздо эффективнее, как в плане снижения распространения наркомании, так и болезней с ней связанных. Гепатита С и ВИЧ – это заместительная терапия. В тех странах, как рассказывает врач, где инъекционным наркоманам предлагают метадон в виде пилюль или сиропа, наркоманию удается сдерживать. А это почти вся Европа и многие другие страны мира. Наркобизнес тоже умнеет, и предложение его становится более разнообразным. Но все-таки те страны, где существуют все потребители под контролем, скажем так, у них нет такого вот массы, знаете, неожиданного такого, скажем, роста потребления. Все-таки нет. В Абхазии реализовать метадоновую программу не удалось. Велась активная подготовка, но в последний момент в правительстве решили отложить этот вопрос. Когда вот стоял вопрос об этом, ну, Минздрав как бы поддерживал. Какие-то периоды нет, какие-то периоды да, поддерживал, но все-таки не было. И в правительстве тоже разделились мнения, кто-то был за, кто-то был против. Ну, в общем, не получилось. Ну, раз не получилось, значит, рано было пока об этом говорить и решать этот вопрос. В настоящее время в республиканском наркодиспансере проводят два вида терапии. Быструю детоксикацию и работают по психоформологической модели. Государство выплачивает зарплаты работникам, диспансеры покрывают почти все расходы на медикаменты. Все остальное клиника делает за свой счет, то есть на заработанные средства. Весь текущий ремонт, расходный материал от бумаги для принтера до простыней. Кое-что мы получали гуманитарно, кое-что по бюджету было куплено, кое-что за свои средства хозрасчетные мы сами приобретали. Так что, вот такое, все вроде есть. Для необходимой, первое, и кардиограф снять кардиограмму, и дефибриллятор, если вдруг, не дай бог, остановка сердца, инфузомат, чтобы там капать. Знаете, вот когда надо определенную каплю в минуту, он сам там высчитывает, ну, настраиваешь и капается. Многие отделочные работы, как рассказывает Ирмануа, выполняют пациенты-диспансера. Он нам постелил кафель, кто-то нам покрасил, что-то мы сами помогли. Вот это нам больной фигурно тут даже положил, так вот, из остатков кафеля. Вот, сам тут это, понимаете. Двери во всех палатах стеклянные, так как врачи должны знать, что делают их пациенты. Но есть палаты, где двери глухие, там будут установлены камеры наблюдения. Ирману уверена, что самое главное для пациентов и врачей – это комфорт. И поэтому при любой возможности старается обновлять обстановку и создавать какой-никакой уют. Когда пациент лежит, и у него ломки, он болен, или он в запое, там, понятно, отходит, у него физическое состояние тяжелое. И еще, когда санузла нет нормального, и когда ему и так ему плохо, и еще потолок сыпется, штукатурка сыпется. Где-то, да, я понимаю, что там окурки прижгли, там это они сделали, это тоже их рук, но что же делать. В диспансере есть своя столовая, внутренний дворик для прогулок, комната отдыха с шахматами и нардами. Но сейчас весной пациентов не так много. Это время, по словам Ирмы Ануа, по традиции, самое спокойное для диспансера. И сотрудники заняты в основном бумажными делами. Мариана Котова, Эдуард Таракелян, Абаза ТВ. Коллегия судей по уголовным делам Верховного суда в составе председательствующего Рауля Пачулия, судей Май Квициния, Ли Адлейба, отменила постановление Гудаутского районного суда о возвращении в Генпрокуратуру уголовного дела в отношении Хаджарата Тарсман, обвиняемого в ДТП, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. Ассоциальная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия руководствуясь статьями 336, 338, 344 УПК Республики Абхазия определила отменить постановление Гудаутского районного суда 24 декабря 2019 года о возвращении уголовного дела номер 218 дробь 74 прокурора Республики Абхазии в порядке статьи 237, части 1, пункта 1 УК Республики Абхазия по обвинению Тарсман Хаджарата Зуриковича 6 мая 1996 года рождения уроженца села Звандров, обвиняемого по части 3, статьи 263 УК Республики Абхазия. 2 марта трое активистов инициативной группы по продвижению антикоррупционных законов начали мирную акцию с требованием принятия парламентом 20-й статьи Конвенции ООН по борьбе с коррупцией в полном объеме, без поправок. Иван Ачба, Ассида Корто и Джансу Хадлиба, объявившие бессрочную голодовку на площади свободы в Сухуме, считают, что 20-я статья должна быть принята в своей оригинальной редакции и вступить в силу до выборов президента. Это акция мирная, акция голодовки. Объявили мы акцию голодовки втроем. Иван Ачба, Ассида Корто и Джансу Хадлиба с сегодняшнего дня объявляем бессрочную акцию. У нас требования к властям, к парламенту, к законодательной власти, к нашим депутатам. Требуем, чтобы они приняли закон в стандартном, в полноценном виде, без никаких поправок. И чтобы он вступил в законную силу. Вот наши требования. Мы ничего противозаконного не делаем и делать не собираемся. Мы закон никак не нарушаем, букву закона не нарушаем. И никого не призываем нарушать закон. Все наши действия, они законные. Мы знаем свои права. Исходим только из этого. У нас только благие намерения. Ничего плохого мы своей стране и властям не хотим. Все, что мы хотим – жить, воспитывать детей, развиваться, возрождаться. Единственный путь. Надеемся быть услышанными. Пока не примут стандартный закон в полноценном объеме, без никаких поправок. И пока он не вступит в силу до выборов, акция голодовки будет продолжаться. Как стало известно нашей редакции, акция на площади свободы в Сухуме продолжается. Культура. Весна в творчестве. В Центральном выставочном зале Союза художников страны открылась ежегодная весенняя выставка. Более 60 работ молодых абхазских художников и признанных мастеров украсили стены ЦВЗ. Выставку посетила министр культуры Эльвира Арсалия. Подробнее о культурном событии Анастасия Никонова. Ну вообще здесь изображен пейзаж на Сухумской горе. Эта работа полностью выполнена с натуры. То есть здесь этюдная работа и немножечко я прям дорабатывала в мастерской. Анастасия Джумиади впервые участвует в ежегодной весенней выставке Союза художников Абхазии. Решением жюри четыре работы молодой художницы представлены в главном выставочном зале страны. Одна из них, выполненная в технике масляной живописи, весенний день в Сухуме, по словам автора, передает настроение и краски этого времени года. Конечно здесь изображен весенний день, то есть когда вот все распускается. Но мне хотелось предать, конечно, состояние этого дня, когда уже тепло, холода отступает, дожди отступают и весна, солнышко. Ну, конечно, я очень волнуюсь. Мы даже сомневались выставлять, не выставлять. У нас две работы представлены в технике масляной живописи и две работы представлены в технике аквареля. То есть те работы, которые масляной живописи, они написаны немножко раньше, а акварель – это непосредственно свежая работа. Более сотни картин были представлены абхазскими художниками. На суд жюри отметил председатель творческого объединения Виталий Джиния. Радует, что в этом году много заявок на участие от молодых мастеров, отметил художник. В итоге в главной весенней выставке 2020 года представлено 60 работ. А было побольше. Ну, отбирали у нас, как всегда, у нас есть совет из семи человек. Принцип один и тот, где всегда, чтобы работа была достойна этого выставочного зала. Это не салон, а выставочный зал. В выставочном зале надо более-менее такие дворческие работы, а не просто так. Поэтому много вернули. Среди зрителей выставки министр культуры Эльвира Арсалия. По ее словам, приоритетное место в сюжетах картин заняли портреты и пейзажи молодых абхазских художников. Это первая выставка после 80-летия Союза художников. И, наверное, это все не зря, потому что сегодняшняя выставка, я вот сейчас прошлась, посмотрелась, в двух залах. Большая часть выставляющихся – это молодые художники. Многие из них, по-моему, выставляются впервые. Весенне-осенние выставки – это традиции Союза художников. Они делают их всегда. Это не тематические выставки, а некие такие итоги, тенденции, какие-то тренды в работе, которые прослеживаются у художников. И мы сегодня как раз говорили о том, что очень актуальны оказались пейзажи и портреты, которые уступили место историческому жанру, такому вот натюрморту, бытовому жанру. И интересно. И, кстати, я хочу заметить, что сами памятники культуры и храмы, православные храмы Абхазии, я очень часто вижу в работах молодых художников такие вот какие-то темы, которые особое звучание получают в их творчестве. Ежегодная весенняя выставка стала тандемом молодых художников и признанных мастеров. Здесь картины выполнены и в разных техниках и стилях, а также керамика и скульптура. Абхазии Весенняя выставка будет открыта в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии до 15 марта. Анастасия Никонова, Эдуард Ракелян, Абаза ТВ. Сейчас о погоде. Как сообщают синоптики, в среду 4 марта в Республике ночью небольшая облачность, днем преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью 10, днем до 22 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте Абаза.ТВ. До встречи в эфире и пусть наши вести будут добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова